Выброс раскаленной плазмы с поверхности Солнца многократно превышающий по размерам нашу планету. Предположим, он летит вам в лицо. Ваши действия. Тут, конечно, всё зависит от того, где вы находитесь. Если вы сейчас смотрите это видео в 2064 году, на борту космического корабля недалеко от Солнца, то у меня для вас плохие новости. Если же вы спокойно сидите на Земле, хотел бы я вам сказать, что вы можете расслабиться. Да, вот только тут не всё так просто. Влияет ли активность Солнца, вспышки, выбросы массы и всё, что происходит после, на нас, на наше здоровье и даже психику? Наверняка многие из вас говорили или хотя бы слышали от близких фразы типа «Ой, сегодня себя плохо чувствую, наверное, магнитная буря». У нас это распространённая штука списывать головную боль, плохое самочувствие, слабость на магнитные бури. А теперь у меня вопрос к тем из вас, кто какое-то продолжительное время жил за рубежом или, может быть, сейчас там живёт, или кому часто приходится много общаться с иностранцами. Я особенно имею в виду не ближнее зарубежье, а, скажем, англоязычные страны и всё, что подальше. Так вот, слышали вы когда-нибудь что-то подобное про магнитные бури от иностранцев? Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, не слышали. Интересно, почему? Может ли быть так, что это у нас какое-то местное поверье? Не так давно я делал видео о влиянии полной Луны на людей, и в комментариях многие просили меня сделать подобный ролик уже о влиянии Солнца. Так миф ли влияние магнитных бурь на людей? Мне и самому в этом хотелось разобраться. Потому что одно дело интуитивная реакция, а другое реальные научные исследования. Может, всё не так, как может казаться на первый взгляд? В общем, оказывают ли солнечные бури какой-то эффект на наше здоровье и психику? Как вообще и через что это влияние может оказываться? И есть ли чего бояться? Что обо всём этом думают учёные? Обо всём этом мы не только сегодня и поговорим. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Влияет ли на нас Солнце? Вообще, вопрос может показаться абсурдным. Конечно, влияет. Солнце – источник жизни, без которого трудно представить её появление на нашей планете, её эволюцию. Но мы-то сегодня говорим не о положительном влиянии, а о негативном. И вот тут начинаются вопросы. Мне кажется, когда многие в быту говорят о влиянии магнитных бурь на людей, они не особо задумываются над природой явления. Как это вообще должно работать? Это как с астрологией. Люди просто принимают на веру, что определённое положение небесных тел в конкретный момент каким-то образом определяет их характер и судьбу. И не задаются вопросом, а как именно это работает? Как раскалённые шары из газа, удалённые от нас на многие триллионы километров, могут влиять на их поведение? Более того, об этом не только потребители астрологии не задумываются, но и даже сами астрологи не особо. У меня на втором канале есть видео, где я с этим вопросом приставал в интернете к астрологам. Спойлер, никакого вразумительного ответа я от них так и не добился, но получилось весело. Когда мы говорим о негативном влиянии Солнца на людей, тут тоже без всяких эзотериков и шарлатанов не обходится. Пока я искал научные статьи по теме, мне попадались и не очень научные. Как вам вот такое, например, зацените. Цитирую. Солнечные вспышки и бури могут сильно влиять на человеческое тело и сознание. Согласно ведической астрологии, Солнце – одна из важнейших планет, и оно влияет на характер, уверенность в себе и поведение. Во время вспышек на Солнце люди могут чувствовать себя потерянными, расшатанными и эмоционально чувствительными. Вспышки влияют на ауру. Помочь должны, конечно же, медитации и йога. Но нас как-то объяснение через ауру не очень устраивает. Вот, кстати, интересно, обращает ли кто-то из вас вообще внимание на все эти магнитные бури? Может быть, даже кто-то замечает за собой ухудшение состояния в момент бурь? Напишите в комментариях. Вообще, у меня всегда к этой истории было скорее скептическое отношение, но посмотрим, может к концу видео мнение как-то изменится. Тем более, оказывается, что существует целый раздел науки «Гелиобиология», который изучает влияние активности Солнца на земные организмы. Но сложность еще в том, что в работах ученых есть немало противоречивых данных, неоднозначных выводов, пробелов, и во всем этом надо разбираться. Чем мы сегодня и занимаемся. Как вообще Солнце может на нас влиять? Прямо и опосредованно. Когда мы обсуждали возможное влияние Луны на людей, там, возможно, все еще более странно было, и рассматривали мы два основных варианта. Лунный свет и приливные силы. Приливные силы и в случае Луны – это сомнительная история, а от Солнца они еще и намного меньше. В случае Солнца первое и самое очевидное – это, конечно, его излучение. Может ли оно, кроме того, что оно нас греет и дает нам жизнь, приносить нам вред? Ну, как бы, естественно. СПФ не просто так придумали. Но тут надо еще уточнять, о каком именно излучении мы говорим, и меняется ли что-то в период солнечной активности, вспышек на Солнце и выбросов массы. Солнце излучает по всему электромагнитному спектру. И чем выше энергия у этого излучения, тем оно опаснее. Ультрафиолет, дальше рентген и затем гамма-излучение. Что из этого доходит до нас – уже вопрос второй. Думаю, для многих из вас не секрет, что от большей части опасного излучения нас защищает атмосфера. Рентген и гамма-лучи до нас почти не доходят. Как и значительная часть ультрафиолета. В случае вспышки на Солнце излучение может на короткое время быть больше. Но, опять же, практически все вредное излучение поглощается атмосферой. Кроме электромагнитного излучения у нас есть солнечный ветер, поток заряженных частиц, протонов и электронов, несущихся на нас со скоростью от 400 до 800 км в секунду. Попасть под прямой поток таких частиц во время солнечной бури может оказаться не самым приятным событием. Благо, мы на Земле под защитой магнитного поля нашей планеты, которая защищает от солнечного ветра и нас, и нашу атмосферу. Которую без магнитного поля сдуло бы примерно как у Марса. Пока из всего этого можно сделать вывод, что вообще-то у Солнца есть вполне понятные методы нам навредить. Однако мы на Земле в большинстве случаев от этих угроз защищены. Даже в периоды солнечной активности. Ну, разве что что-то совсем экстремальное на Солнце произойдет. Но вот где людям можно уже начинать бояться солнечных бурь, это в космосе. И чем дальше от Земли, тем больше бояться. Там и так люди подвержены воздействию космической радиации, не только солнечной, но и галактической. Ну, а в момент солнечной бури этот поток усиливается. Считается, что даже не в космосе, а просто на высоте полета рейсовых самолетов, мы облучаемся чуть больше. На МКС еще больше. Тут люди вне большей части атмосферы, но хотя бы еще внутри магнитосферы. А вот если, например, попасть в солнечный шторм без должной защиты, скажем, где-нибудь у Луны, или на ее поверхности на дневной стороне, или по пути на Марс, то вот это уже не самая хорошая идея. Но на поверхности Земли именно этих угроз опасаться как будто бы пока не стоит. Вот, к примеру, цитата с сайта НАСА. «Вредное излучение от солнечной вспышки не может пройти через земную атмосферу и физически повлиять на людей на Земле». Как будто можно успокоиться. Но дело в том, что когда говорят о магнитных бурях и их влиянии, имеют в виду немного другое. Тут влияние рассматривается скорее косвенное. Буря на Солнце оказывает влияние на магнитное поле Земли, в результате чего оно возмущается. И вот эти возмущения якобы могут оказывать влияние на людей. И вот с этим магнитным воздействием уже не все так очевидно. Солнце непрерывно омывает Землю и излучением, и солнечным ветром. Но мы сегодня говорим о периодах повышенной активности, о всплесках. Я сегодня уже не раз упоминал вспышки на Солнце и корональные выбросы массы. И тут возникает немало путаницы как в самих явлениях, так и в эффектах, которые они на нас оказывают. Наверняка многие из вас знают, что солнечные бури влияют на электросети, электрооборудование, системы коммуникации. Но даже тут есть некоторая путаница. Так что давайте вспомним пару основных моментов. Итак, из взрывных событий на Солнце можно выделить два основных. Солнечная вспышка и корональный выброс массы. И это не одно и то же. Хотя явления родственные. Оба явления связаны с активностью магнитного поля Солнца. Солнечная вспышка — это именно что вспышка. То есть в первую очередь энергия события выделяется в виде электромагнитного излучения. Грубо говоря, вспышка света. Соответственно, излучение летит к нам со скоростью света и добирается до Земли за те самые 8 минут. Хотя частицы вещества это излучение еще тоже может ускорять. И это вещество долетает попозже. Солнечные вспышки могут иметь вполне конкретный эффект у нас. Это временное прекращение радиосвязи. Радиосигналы, посылаемые с Земли, могут подниматься в ионосферу. Часть земной атмосферы, которая зацепляет несколько ее слоев. И которая характерна высоким содержанием ионов, заряженных частиц. В обычных условиях высокочастотные сигналы преломляются в ионосфере и возвращаются на Землю. За счет чего можно поддерживать связь на большом расстоянии. В выпуске о проекте ХАРП я рассказывал, что до начала широкого использования космических спутников для связи использовались загоризонтные радиолокаторы, которые использовали ионосферу как своеобразное зеркало, за счет чего можно было передавать сигналы на тысячи километров. Однако во время достаточно мощной солнечной вспышки повышенный уровень рентгеновского излучения ионизирует нижние, более плотные слои ионосферы. Радиоволны взаимодействуют с электронами и теряют больше энергии из-за более частых столкновений. В результате чего радиосигнал или ослабевает, или полностью поглощается. Из-за чего радиосвязь в определенных частотах может полностью пропасть на время из-за солнечной вспышки. Корональные выбросы массы же — это именно что? Выбросы массы. Здесь с Солнца выбрасываются уже не фотоны, а вещество. Солнечная плазма. Выброс уже более направленный, вещество летит гораздо медленнее излучения. И если оказывается так, что выброс направлен на Землю, добирается вещество до нас уже не 8 минут, а в среднем от 1 до 3 дней. Иногда вспышки и выбросы массы происходят вместе, и мощнейшие вспышки почти всегда сопровождаются выбросами массы. Геомагнитные бури вызываются именно взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра и корональных выбросов массы с магнитосферой Земли. Это создаёт колебания в магнитном поле. Возникают электрические токи, которые опять же, в свою очередь, генерируют магнитные поля. Ещё иногда линии магнитного поля Солнца определённым образом сходятся с линиями поля Земли. И тогда тоже возникают возмущения в магнитном поле. К чему это всё приводит? Ну, эффекты, которые мы можем заметить своими глазами, это, конечно, полярные сияния. Когда геомагнитная буря особенно мощная, сияния забираются намного дальше от полярных областей, чем обычно. Недавно такая буря была, когда сияния наблюдались далеко на юг. В чём ещё мы уверены? Это в том, что такие бури влияют на работу электрического оборудования. Возмущения в магнитном поле и возникающие токи могут вырубать спутники на орбите, электросети и электрооборудование на Земле. В том, что электрические и магнитные поля влияют на работу электрооборудования, нет ничего удивительного. Некоторые эффекты можно даже своими глазами увидеть. Помню, баловался в детстве, брал мощный магнит и подносил его к экрану электронно-лучевого телевизора. И получалось что-то вот такое. Но вот какое влияние магнитное поле, а точнее возмущение в нём, оказывает на нас, на людей? Вообще мы живём внутри магнитного поля. Наш вид в нём эволюционировал. И возмущения в нём тоже всегда происходили. Надо сказать, магнитное поле Земли, в сравнении с другими магнитами, с которыми мы регулярно сталкиваемся, достаточно слабое. Около 70 микротеслау полюсов и менее 30 микротеслау экватора. Его достаточно, чтобы направить стрелку компаса. Для сравнения, обычный магнит намного мощнее. Около 1000 микротесла. И такой магнит спокойно перетянет на себя стрелку компаса. Но вот мы всё говорим, что магнитные бури — это возмущение в магнитном поле. Насколько сильные это возмущение? В среднем за 24 часа это изменение на 30 нанотесла. То есть это перепад меньше, чем на одну десятую доли одного процента. Получается, что мы всё время и так находимся в слабом магнитном поле. И во время магнитной бури оно еле-еле заметно меняется. Чуть ли не на сотые доли процента. Как будто возле нас будут гораздо более сильные возмущения магнитного поля, если мы будем просто вот так вот рядом магнитиком водить. Но что-то мы этого не очень боимся. А ведь иногда мы ещё и попадаем под влияние очень мощных магнитов, как, например, в МРТ, где мощность магнитов измеряется несколькими Тесла. Что может быть в сотню тысяч раз мощнее магнитного поля Земли. Короче, понятно, почему некоторые, и я в том числе, смотрели на вопрос влияния магнитных бурь на организм человека. Скептически. Слишком уж слабые изменения. И непонятно, как они должны влиять на организм человека. И всё же чем-то гелиобиология занимается. И оказывается, есть немало исследований, которые находят корреляцию между магнитными бурями и здоровьем людей. Помните, мы подметили, что о магнитных бурях можно услышать, ну, как минимум, намного чаще у нас, чем за рубежом. Так вот, это не случайно. Во многом это зародилось у нас. Основоположником гелиобиологии был Александр Леонидович Чижевский. Начиналось тут всё с ещё более масштабных идей. Не с состояния отдельных людей, а со всей людской истории и глобальных событий. Он допускал, что, как часто говорят, история повторяется. То есть, серьёзные потрясения, вроде революции, войн, бунтов и так далее, могут происходить с определённой и, возможно, предсказуемой периодичностью. Если человеческую психологию свести до физико-химических процессов в мозгу, то, может, есть какие-то природные процессы, которые периодически влияют на людскую психологию. И это следом влияет на всякие исторические процессы. Ну а какой природный процесс может периодически влиять на всю планету? Правильно, 11-летний цикл Солнца, в течение которого магнитные полюса Солнца меняются местами. Меняется количество солнечных пятен на поверхности и активность Солнца. Между минимумом и максимумом. Чтобы проверить гипотезу, он взял десятки исторических событий и увидел, что мало того, что они происходят периодически, так еще и периодичность примерно совпадает с 11-летним циклом. Но идея такая. Солнце своей активностью заставляет людей в массе вести себя определенным образом. И в пике активности это выливается во всякие преволюции и так далее. Чижевский написал об этом целую монографию. Физические факторы исторического процесса. Идея, конечно, достаточно смелая. В 20-30-х годах прошлого века, когда Чижевский писал об этом, мы намного меньше знали как о природе солнечной активности, взаимодействии магнитных полей, так и о человеческом организме. Чижевский считал, что он нашел корреляцию между историческими событиями и солнечным циклом. Между прочим, идеи Чижевского не понравились советскому руководству, и за это он провел 8 лет в трудовых лагерях. За Чижевским числится немало научных заслуг, не связанных с этими идеями про исторические события. А вот они, нельзя сказать, что получили широкое научное признание. Ну и это, конечно, неудивительно. Даже если взглянуть на вопрос наивно. Предположим, некоторую корреляцию он действительно нашел. Вот, к примеру, такой график, где отмечена солнечная активность и различные исторические события. Сразу хочется спросить, как именно выбирались события. Опять же, наивно можно подумать, что ведь в мире, где столько людей, государств, организаций, сообществ, постоянно столько всего происходит, что за тысячи лет человеческой истории несложно набрать кучу событий, которые будут говорить в пользу твоей гипотезы. И в то же время проигнорировать те, что говорили бы против. И если бы мы их добавили в список, статистическая значимость совпадений с солнечным циклом сразу бы размылась. Я не говорю, что так было сделано, но этот выбор может быть субъективным. Допустим, корреляции есть, и они реальны. Далее. Какой принцип мы очень любим? Правильно. Корреляция не означает причинно-следственной связи. Наши любимые ложные корреляции и вот это все. К примеру, вот график, на котором показан доход от салонов с игровыми автоматами и количество людей, занятых в угольной промышленности. Графики неплохо так совпадают. Как это объяснить? Ну, или самый популярный пример. График, на котором по годам показано количество фильмов, в которых снялся Николас Кейдж, и количество людей, утонувших в бассейнах. Уж очень подозрительно они совпадают. Налицо корреляция. Если мы хотим доказать, что между этими двумя показателями есть причинно-следственная связь, надо построить гипотезу, которая объясняла бы, как факт съемок Ника Кейджа в фильмах заставляет людей тонуть. Очевидно, что тут нет никакой причинно-следственной связи, и это просто совпадение. И таких примеров немало. В случае с активностью Солнца и историческими событиями, помимо того, что мы подметили корреляцию, нужно еще доказать причинно-следственную связь. Ведь Чижевский этого сделать не смог. Позже другие авторы в некоторых работах вроде как тоже подтверждали наличие этой корреляции. Но чтобы у этой идеи появился серьезный научный вес, нужно эту причинно-следственную связь найти. Нужно найти механизм того, как именно это влияние происходит. Но здесь пока никакого научного консенсуса нет. Идея же о том, что солнечная активность и геомагнитные бури могут влиять на здоровье и психику людей, происходит из вышеупомянутых идей Чижевского. Надо сказать, в 20 веке значительная часть работ по теме велась на советском и постсоветском пространстве. Это и сейчас заметно по фамилиям автора в значительной части статей по теме. Что, опять же, объясняет нам, почему эта тема в быту столь популярна именно у нас. Но нельзя сказать, что западные специалисты темой совсем не интересовались. В целом, мне удалось найти немало статей с достаточно интересными выводами. Многие статьи начинаются с того, что, мол, на протяжении десятилетий люди спорили о том, могут ли активность Солнца и геомагнитные бури оказывать влияние на людей, и до сих пор результаты работ ученых были противоречивыми. Я брал в основном более свежие статьи. Ученые проверяют разные предполагаемые эффекты. Оказывают ли магнитные бури влияние на кровяное давление, на сердечный ритм, на сердечно-сосудистую систему, на головную боль и так далее. Вот, к примеру, статья, в которой авторы делают вывод о том, что они заметили корреляцию между возмущениями магнитного поля и кровяного давления испытуемых. В этом исследовании тоже увидели зависимость между магнитными бурями и давлением. Но тут есть оговорка, что выборка у них маленькая, поэтому к выводам вопросы. Вот еще одно исследование, где нашли связь между магнитными бурями и давлением. Есть статьи, где находят такую связь для вариабельности сердечного ритма и для сердечных заболеваний. Вот статья, в которой говорится о том, что риск инсульта может быть выше в период геомагнитных бурь. У некоторых статей проблема маленькая выборка. А где взять выборку побольше? Конечно, в соцсетях. Авторы этой статьи схитрили и проанализировали по ключевым словам десятки миллионов сообщений в Твиттере на предмет упоминания головных болей и посмотрели, совпадает ли это с периодами солнечной активности. Интересно, что в этом случае, несмотря на огромную выборку, никакой корреляции авторы не нашли. Правда, головная боль какой-то очень размытый критерий, это ведь симптом, у которого может быть целая куча причин. В 2006 году вышла обзорная статья, авторы которой проанализировали множество других статей по теме. Они пришли к выводу, что магнитные бури таки могут влиять на людей. Как необычно высокая, так и низкая активность поля. Причём наиболее заметно это влияние в высоких широтах. А поскольку в приполярных областях, как правило, живёт меньше людей, далеко не на всех геомагнитные бури оказывают заметное влияние. Плюс не все люди якобы к этому чувствительны, и в итоге всего для 10-15% населения Земли есть какой-то эффект. Есть и другие статьи, которые находят положительную зависимость. Надо сказать, мне было намного проще найти статьи с положительными результатами, хотя и критику я искал усердно. Одна из главных проблем всех этих исследований осталась со времён Чижевского. Корреляция, это может она и есть. Но вот чёткого механизма, который всё это предсказуемо бы объяснял, пока нет. Хотя есть некоторые идеи. Есть идеи о том, что возмущения в геомагнитном поле влияют на выработку мелатонина в организме, а это уже в свою очередь сказывается на организме. Ещё что слабые колебания в магнитном поле влияют на шишковидное тело. Ну и вообще, чтобы человек каким-то образом мог реагировать на магнитное поле, он должен быть к нему чувствительным. Среди многих организмов распространена так называемая магниторецепция, системой, благодаря которым организм может как бы ощущать магнитное поле. Многие вспомнят про навигацию птиц с помощью магнитного поля. Есть ли магниторецепция у людей? Вопрос спорный и неподтверждённый. Хотя у некоторых млекопитающих она есть. Так вот, например, в этой статье предлагается идея, что таки у людей она может быть, и работать она может с помощью белков, криптохромов. Так хотя бы можно было бы проследить связь между изменениями в магнитном поле и состоянием человека. Но, опять же, это только гипотеза, требующая дальнейших исследований. В общем, пока ситуация такова, что ряд работ видят определённую связь между активностью Солнца и состоянием людей. Но выводы эти не всегда однозначны. Если эффекты есть, то касается он не всех, и географически, и вообще. Скорее, даже большинство из нас не касается. Для более широкого признания идеям гелиобиологии нужен чёткий механизм того, как это влияние оказывается. Тем более в условиях столь слабых изменений. Ещё нужно не забывать, что мы тут говорим о таких сложных штуках, как человеческий организм и психика. И даже если мы наблюдаем определённую корреляцию между активностью Солнца и здоровьем, на деле могут играть роль и кучи других факторов. Вполне себе земных. Факторов среды, климата, социума и так далее. Но если сравнивать с историей про влияние полнолуния на людей, тут как будто бы всё же данные поосновательнее. Да, пока это не самая популярная отрасль науки, но ряд учёных в ней продолжает работать. И, возможно, однажды мы услышим и более однозначные выводы. Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте, что все, кто поддерживает меня напрямую, на Бусти, на Патреоне и на Ютубе, каждые две недели получают дополнительный эксклюзивный контент. Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы почти каждый день получать дополнительный космический контент и всегда оставаться на связи. Ещё раз всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!